А побочная грыжа это история, которая здесь присутствует. Это естественный компонент связан с тем, что ребенок просто физически кричит, надрывается. В результате этого у него возникает побочная грыжа. В этот момент мы просто убираем. Если ребенок кричит от того, что у него какие-нибудь колики или какие-нибудь еще такие вещи. Если мы это убираем, то мы останемся с проблемой, которая связана с такой особенностью структуры соединительной камеры в этой части тела. Эта часть тела именно о чем? Она, мои связи с матью. Соответственно, мать может быть зафиксирована. Вообще очень много, честно сразу скажу, очень много вещей. Смотрите, вот прикольно. Запомните раз и навсегда. Почему очень важно отпустить разного рода проблемные моменты в родах. Многие женщины имеют образ, как я буду рожать. А в итоге получается все вообще по-другому. И вот это по-другому, вот эти две штуки, как я хочу и как получается, граница между ними, знаете, где проходит? В родовой палате. И в родовой палате мама сталкивается с высотой стресса, где все случается не так, как я хочу. В результате все проблемы, которые там вылезают и не совпадают с моими ожиданиями, они создают конфликт. Я этот конфликт проживаю и вместе с ребенком в этот момент, естественно, я этот конфликт записываю в себе и в ребенка. Например, в виде вот той же самой пупочной крыли. И потом живу с этим конфликтом, елки-палки, не могу простить себе, что вместо естественных родов произошло Кесарево, например. И получается, что вот этот прожитый конфликт в родовой палате, ведь он же нахрен, прошу прощения, ведь он же запечатлен не просто в какой-то памяти на фотографиях, он же запечатлен. Вот здесь вместе с ребенком я его тащу, потому что ребенок был участником этого. Если у меня есть какое-то обесценивание родов, какой-то вина, какие-то моменты, которые такие сильные, деструктивные, остались из воспоминаний о родовой деятельности, я, естественно, это вместе с ребенком тащу. И он будет показывать какую-нибудь пупочную грыжу, потому что я, мама, очень переживаю за то, что моя родовая деятельность, мои роды, моя связь с тобой нарушилась не так, как я хочу, как будто бы есть сигнал, который постоянно возвращает в роды снова и снова и снова. И тащит оттуда содержимое от этого конфликта. Пупочная грыжа – это когда я со своим... Ребенок показывает, что мама имеет глубокие, ну такие глубокие переживания в отношении... Сейчас сформулирую. В отношении моей связи с ребенком. То есть это место, где крепится поповинно. Соответственно, если я имею переживание в отношении того, что вот я недостаточно дала, недостаточно ему, недостаточно виню себя перед ним, он, бедный, не получает, или я, может быть, как мама, что-нибудь зафиксировала из родовой деятельности какую-нибудь память травмирующую для себя и держу ее, не могу ее до сих пор пережить. Ну вот, соответственно, тело ребенка показывает, что часть твоего деструктивного внимания еще до сих пор там. То есть твой мама-мозг до сих пор не смог обработать тот кусочек твоей жизни. Точнее, он его обработал, но обработал так, что, к сожалению, вот это вылезает вот такой формы. Это если прям совсем грубо. И, конечно, пупочная грыжа ставит вопрос, отпустил ли я своего ребенка. Вот, пупочная грыжа, также ставит вопрос, забыл сказать, отпускаю ли я своего ребенка. Причем, значит, отпускаю ли я своего ребенка, то есть как будто бы роды прошли, а я как будто бы, ну, они прошли в физическом уровне, на физическом уровне, на физическом слое роды прошли. А я, ну, это то, в том числе то, что я говорил, я до сих пор туда, если возвратиться, я до сих пор не согласен с чем-то. Я до сих пор что-то не оставляю. И вот вина перед ребенком, это в данном случае я его не могу отпустить в этот мир, я его держу еще в той истории. Пупочная грыжа – это сама, скажем так, апелляция к, сами понимаете, к чему, это апелляция к сексуальности. И здесь бы, конечно, разбираться, какое обесценивание такое, какое глубокое такое… Причем, плохая грыжа, она может быть связана не только с сексуальностью, но опять же теми же родами. То есть, если я несу какое-то обесценивание, то есть конфликт какой? Я ждала, что я справлюсь, а я не справилась. Конфликт, который развернулся в родовой палец. Я ждала, что я справлюсь, а я не справилась. Обесценивание? Обесценивание. Я не смогла, я не смогла. Ради бога. Один из примеров. Потом аспект сексуальности. Но какая-то история, где я обесцениваю свою… Обесцениваю весь… Либо обесцениваю, либо какие-то есть сложности в проживании опыта, который вокруг сексуальной близости, во время беременности, конфликты, которые возникали. Конфликты, причем не обязательно, в смысле, с мужем, а у меня внутри, как у женщины, которая была беременна. Возвращайтесь в свои внутренние конфликты. Это если прям совсем, в общем, без нюансов. Нюанс.